Как говорил великий Фридрих Ницше, если в жизни нет музыки, то она не имеет смысла. Слова великого философа 19-го столетия актуальны и по сей день. А вот у жителей поселка Береза отобрали не только музыку, но и культуру. Этот дом досуга закрылся еще в 94-м году. По словам старожил поселка, современные молодежи духовной ценности заменяют алкогольные. Вся молодежь здесь была, здесь танцы и байльные, и всякие. И хоры все были. Все было, а сейчас ничего нет. Дом культуры был построен в 66-м году прошлого века и ни разу не ремонтировался. В здании прохудилась кровля, рушатся стены, а коммуникация изношена на 95%. Чиновники, которые занимались этими вопросами, наверное, были не на своем месте. Они, наверное, занимались много чем, но только не тем, чем они обязаны были. Потому что прежде всего функции чиновника, который от культуры, от сельского хозяйства, от промышленности, он прежде всего должен думать в своей отрасли о состоянии материально-технической базы. Думать за чиновников пришлось губернатору. Владимир Артиков вместе с мэром Самары и министром культуры области осмотрел помещение ДК и пообщался с жителями Березы. Есть просьба такая, помочь нам, ускорить его наш и ввести в дело. Мы очень будем благодарны. Знаете, я же сам напросился сюда приехать. Сам напросился приехать, чтобы посмотреть, что здесь такое прессия. Состояние зданий губернатор признал пригодным для реконструкции. Уже в текущем году на нее будут выделены средства из областного бюджета. Речь идет о десятках миллионов рублей. Через полгода мы можем открыто приступить к строительным работам здесь. Ну и за следующую зиму, к следующему лету, мы можем все окончательно. Вопрос по этому зданию беру на контроль и будем требовать с наших строителей сроки. Потом, знаете, на следующий год скажете. После ремонта, надеются жители, в Сатурне вновь зазвучит музыка, откроются хореографические кружки и кинозал. Продолжение следует... — Спасибо.